МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на пятом канале. В студии Герман Токарев. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. На злобу дня уже третье по счету заседание Совета по предпринимательству посвящено проблеме вывоза и утилизации жидких бытовых отходов. Заместителем министра ЖКХ Ростовской области стала бывшая чиновница из Азова. На 35-м заседании Местной Думы депутаты приняли городской бюджет. В Азовской администрации прошел последний в этом году Совет по предпринимательству. Как и на предыдущих заседаниях, проблема вывоза и утилизации жидких бытовых отходов стала одной из основных тем, которая вызвала бурные дискуссии присутствующих. Напомним, что в этом году начала работать сливная станция «Трансэко», которая принимает отходы по цене 180 рублей за кубометр. При этом на КНС водоканала, где цена за эту услугу была менее 40 рублей, прием прекратили. У нас достаточно много объектов, которые не подсоединены к системе централизованного водоотведения. И они платили по 36 или по 39 рублей за куб. Сейчас платят по 180. Это и граждане, у которых снижается покупательная способность. Мы здесь все-таки предприниматели, мы эту грань оцениваем. И бизнес, который стал вывозить в 6 раз дороже. Выяснить обоснованность тарифа в новой компании было поручено рабочей группе, в которую вошли представители бизнес-сообщества и администрации. Для решения вопроса приема жидких фракций, доставляемых с неканализированных объектов осенизационным транспортом и обработки их перед сбросом в канализационную сеть города Азова, был привлечен инвестор ООО «Трансэко». Выкачку сливных ям на территории города Азова осуществляют частные лица, то есть предприниматели. Таким образом, администрации города Азова приняты реальные законные меры по организации водоотведения с объектов, не подключенных, технологически не присоединенных к централизованной системе водоотведения. Изучив эту проблему, Игорь Стимаков пришел к выводу, Азов-водоканал вполне мог снизить платежи бизнеса и населения. И обратился с вопросом к директору муниципального предприятия Дмитрию Картамышеву. Я посчитал бизнес-план, Дмитрий Михайлович, в месяц ваши возможности позволяли вам приобрести сливную станцию, аналогичную, какую приобрел «Трансэко». Я посмотрел на сайты, это недорого оказывается, и можно было ее сделать, ее не сделали. «Трансэко» разбавляет сточные воды, вернее, такси, то есть вот эти отходы питьевой водой, это дороже, чем разбавлять ее другими водами. Есть ли в Азове техническая возможность? Я выяснил, оказывается, есть, можно было сделать дешевле. Чтобы на новой сливной станции снизили тариф, в городе по этому направлению необходимо создавать конкурентную среду. С этим полностью согласна и заместитель главы администрации Елена Скрябина. На прошлом заседании рабочей группы я предложила всем, кто хочет поставить альтернативный объект по приему ЖБО, обращайтесь к нам. Мы поможем, мы будем рады, если цена на этой станции будет ниже, конкуренция в городе будет выше. Это правильно, это хорошо, и мы готовы помогать. Где вы объявили? Вы объявили сегодня и здесь. Они год назад во всеуслышание и не предложили конкурс с какими-то льготными условиями, что да, тому, кто возьмется за этот бизнес, необходимый городу, мы внесем предложение в Думу об исключении налога на землю, например, и другого, и так дадим условия, какие. Приходите, мы поможем, спасибо. Напомогали. По мнению Алексея Склярова, отдел промышленности и инвестиций живет своей отдельной от проблем городского бизнеса общества жизнью. Было дано поручение разобраться и найти пути решения проблемы. Что мы услышали? Мы услышали, мы обратились к Артамышеву, мы обратились к предпринимателям, нас все послали, и на этом все кончилось. Что мы услышали сейчас только что? Предприниматели, я к вам обращаюсь, давайте, приходите. К нам, вот к вам, вот тут 10 человек, у которого у каждого свое дело, может быть, кто-то и возьмется, а может, кто-то и не возьмется. Не здесь надо обращаться. И не так, приходите, мы вам поможем. Ребята, ну так не делается. Зачем нам целый отдел, целая структура, которая занимается развитием предпринимательства, улучшением инвестиционного климата? Зачем оно тогда? Очевидно, что между резким повышением стоимости приема жидких бытовых отходов и жалобами азовчан на неприятные запахи есть прямая связь. Полгода длится, длятся поиски источников в воне на половину города. Кто-то где-то, людям где-то воняет, и мы их не можем найти. Мы только что говорили о муниципальной инспекции, у них, наверное, ковид у всех, нюхать шибло. А это же те самые фекалии, которые люди нюхают, которые вывозить по 180 рублей люди не хотят. Все, по ночам выливают где-то так. Кстати, имеются вопросы и к участку, на котором расположена новая сливная станция. И хотя документы были оформлены по всем правилам, в дальнейшем у компаний могут появиться проблемы. Так, как это было у других, в том числе у Алексея Склерова. Когда мы получаем какие-то бумажки, документы, а потом к нам приходят, говорят, да мы ошиблись, да это бы не до меня было, или еще что-то. Господа, давайте так, если мы содержим столь многочисленных, мы их содержим, я повторюсь, что мы платим вам зарплату, мы содержим вас столько, так вы на нас работайте, пожалуйста, и отвечайте за свои действия. Подводя итог заседания, Владимир Ощупкин отметил, в первую очередь необходимо упорядочить все вопросы взаимодействия между сторонами предпринимательской деятельности. Это не совсем полномочия, конечно, администрации города, это вопросы конкуренции, вопросы договорных отношений, но тем не менее мы здесь для себя хотя бы разобрались в существовании этой проблемы, разобрались в том, что сегодня в том числе и машины, осуществляющие вывоз стоков, не имеющие трекеров, не подконтрольные, порой осуществляющие вот эти стоки, сброс стоков на рельеф, то есть это сегодня большая проблема. Представителями сегодня бизнес-сообщества в рамках совета было высказано предложение, в том числе, ну вот, как-то повлиять на эту ситуацию. Будем с вождиками работать. Как пояснил глава администрации, после изучения всех предложений членов совета будут даны соответствующие поручения. Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. Бывшая замглавы администрации Азова Антонина Пшеничная назначена на пост заместителя министра ЖКХ Ростовской области. Напомним, что в конце сентября прошлого года глава администрации города Владимир Рощупкин не продлил муниципальный контракт с Антониной Пшеничной. И уже через две недели она возглавила управление развития коммунального комплекса в Ростове. И вот спустя год последовало новое карьерное повышение до заместителя министра ЖКХ Ростовской области. Сегодня прошло 35-е заседание Азовской городской думы, на котором из 22 народных избранников смогли присутствовать всего 16. Главным событием очередного заседания Азовской городской думы стало принятие проекта муниципального бюджета на ближайшие три года. Депутаты фракции коммунистов оказались против, но их голоса решающей роли не сыграли. По традиции обсуждения оживились, когда основная часть заседания окончилась и пришла очередь пункта повестки дня «Разная». Как сообщил депутат от партии «Справедливая Россия» Юрий Голубев, на комиссии по местному самоуправлению рассмотрели вопрос появления в городе Вышек сотовой связи и пришли к выводу о необходимости согласований с местными жителями и руководителями расположенных поблизости предприятий до того, как эти объекты будут установлены. Чтобы это не вызывало каких-то социальных протестов, гражданских войн, неуважения к власти. И проходили либо опросы какие-то, либо, я не знаю, сбор подписей, потому что беспредельничают люди, которые строят эти вышки, мало того, что незаконно, и под одну бумажку разрешения санопиднадзора или еще чего-то они пытаются без раскопок, без ничего что-то там натворить, наделать и потом убежать из города и все. Юрий Голубев предложил поручить юридическому отделу выработать обоснованное решение по этому вопросу. К депутату от фракции коммунистов Николаю Бочарову поступают обращения родителей учащихся третьей школы, в которой сейчас проводится капитальный ремонт, а дети временно обучаются в других учебных заведениях. Все старшие классы перевели в школу номер 15, которая находится на другом конце города. Не у всех родителей есть возможность отвозить своих детей на личном авто в школу. Дети добираются на общественном транспорте за счет родителей. Если утром ехать несложно, то вечером вторая смена заканчивается примерно в 17.20, дети долго ждут автобуса добираться через весь город по темноте очень проблематично. Начальная школа была распределена в 14 школу, потому что действительно им ближе туда мы старались так. Закрылась у нас в 14 школу полностью, потому что у них свои 1100 человек, еще плюс начальная школа третья. 15 школу мы распределили детей старшего возраста, это начиная с 5 класса и по 11 класс. Причем мы постарались так, чтобы в дневную смену занимались, нашли возможности так перераспределить детей по кабинетам, чтобы занимались все-таки 5, 10, 11 в первую смену, как положено по Санпинам. Мы вышли даже из этой ситуации вот таким образом. Получается 6, 7 и 8 классы во вторую смену. Там без вариантов. Ближайшей школы у нас нет. Что касается просьбы избирателей о выделении отдельного маршрута специально для перевозки детей в определенное время, то этот вопрос находится в компетенции компаний-перевозчиков. Если они пойдут навстречу, то возможно такие изменения тогда будут приняты. Но, коллеги, давайте так сразу все-таки не спекулировать на этой теме. Мы прекрасно с вами понимаем, что капитальный ремонт третьей школы, он был необходим, он был ожидаем, причем долгожданный ремонт. Мы его благополучно, общими усилиями добились. Это более четверти миллиарда рублей стоимость этого проекта. И действительно здесь эти неудобства, они обоснованы. Но здесь только один выход, это всем вместе попытаться в этой ситуации найти правильное решение, чтобы создать максимально комфорт для деталей и для родителей. По проекту завершения капремонта третьей школы намечено на конец следующего года. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. В преддверии Нового года в Доме детского творчества прошли театрализованные постановки, подготовленные воспитанниками творческого объединения «Кукляндия». Особенность представлений в том, что кроме актеров в спектакле задействованы куклы, изготовленные руками детей. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В Доме детского творчества состояли сразу две премьеры спектаклей «Халифаист» и «Три поросенка», где главными героями выступили куклы, которые ожили в руках детей. Это не первая работа творческого объединения «Кукляндия». Ребята на протяжении нескольких лет выступают в детских садах города, а также на большой сцене Дома творчества. Руководитель кружка Светлана Перятинская помогает творческому начинанию детей. Они совместно выбирают сказки и изготавливают кукол и декорации. По просьбе детей мы выбираем те спектакли, которые именно транслируются по телевидению. Ну, конечно, стараюсь я брать и русские народные сказки, и те сказки, какие показывают по телевидению. Например, мы делали спектакль по мультфильму «Каролина в стране кошмаров» или вот «Мулан» мы делаем, в этом году будем делать. В спектаклях принимают в основном сами дети, но благодаря куклам они как-то себя больше открывают. Милана Ковалева пришла в творческое объединение сравнительно недавно, но уже многому научилась. Мне эти занятия дают больше размышлять, больше получаться памяти, больше слов запоминается новых, а также вырабатывается аратовское мастерство. Мы тут развиваем речь, чтобы потом лучше читать, быстрее, разговаривать лучше, выговаривать лучше буквы. Кирилл Панченко мечтает стать профессиональным артистом и не представляет свою жизнь бесценной. Я сюда пришел, потому что я хочу научиться актерским мастерством, потому что я хочу в будущем поступить в театр и быть актером. Больше всего мне нравится здесь то, что мы можем делать самих кукол сами и потом этими же куклами, которые мы делаем, играть ими. Мне очень здесь нравится, я очень дорожу этим местом, мне очень сильно нравится. Перед премьерой спектакля «Три поросенка» воспитанники куклендии показали зрителям небольшой концерт, тем самым подарили новогоднее настроение. Ну а последующая кукольная постановка никого не оставила равнодушным. Нам спектакль очень понравился, хорошая подстановка, дети очень все подошли к творчеству, творческий, очень хороший спектакль. Мы впервые и думаем, что не последний раз, очень понравился, весело, хорошо, новогоднее представление. В первую очередь большое спасибо Дому детского творчества за этот праздник, который организовали для детей. Ребята, конечно, молодцы, я бы удивлен, как они играли вдохновленно, и танцевали, и пели, и плясали. Молодцы. Большое им за это спасибо. После новогодних праздников ребята приступят к новой постановке «Сказки Мулан». Ее премьера запланирована на конец апреля. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. По окончании выпуска новостей смотрите прямой эфир программы «Среда» с Алексеем Скляровым. Гость студии, глава администрации города Владимир Рощупкин. Вопросы можно задавать по телефону 6 15 54. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго. До новых встреч. В четверг 23 декабря небольшой снег. Температура днем минус 8, минус 9. Ночью минус 11, минус 12. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха 65%. Уровень воды в реке Дон на 61 сантиметр выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 2 градуса. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»